Ребят, вот даю видео на Сергея Осадчева. Вот начну с таких слов. Ну блядь, ну блядь. Ну ведь всё реально, ребята. Ну не надо просто оставлять. Вот дам статью, прочитайте. Прочитайте. Вот я смотрю, да, буквально, ну не так давно, но я не вспомню сейчас месяц, когда Серёга только разбирался, ну не получалась у него эта программа. А не получалось почему? Ну ещё не собрал в голове, тогда был. Да, не собрал в голове, что, как работает. Проходит немножко времени. Я вот потом к чему скажу. Вот это видео дам, посмотрите. То есть рассуждает, да, изменил там переменные. Дальше если идти смотреть, то есть Сергей уже рассуждает в рамках кода. Тут изменил переменные, тут записал в пределах строк, в конце концов получил результат. По ходу, смотрите. То есть всё у него работает. По ходу, по ходу, вот я сохранил, разобрался в атрибутах, разобрался в это, имя Швиф, да, то есть, ну ведь всё по шажку. Начал, начинается всё с обычного понимания. И вот, что я заметил, ребят. Вот, что я заметил. Ведь я наблюдаю. Мне, допустим, тоже было непонятно, как у него получается. Ну, он быстро вошёл в первый, в питон, в котлин. Смотрю, где-то на DC уже подписывает так. То есть, да разбирается он. Вот помню, там с интернетом что-то не ладилось, мы сапликан делали на Ubuntu. Убунту. Недели три сидел. Потом, когда вот эта первая программа с Android, в принципе, в ней был смысл, как вообще работает котлин в Android и как работает Android. Да? Ребят, извините. Как работает, ну, поняли меня, да? Всё, ребят, только улавливается смысл, как только вы уловите смысл, то есть, где код, что переменные, что делает Android, что делает котлин, всё, вас понесёт, понесёт. Но дальше, что здесь сложного? Дальше, вот, имидж вив, сейчас Сергей разобрался, да? Вот я показываю. Вот, имидж вив, ну, видите, да? Вот мышью. Ребят, ну, ну, хорошо, но ведь сложного ничего нет, надо раз прочитать и применять. Правильно, уловил простые вещи, получение ссылки, то есть, работать с изображениями. Абсолютно верно. Я к чему говорю? Ребят, самую главную мысль сейчас докончу, да? Сегодня имидж вив, завтра он баттон разберёт, текст и так далее. Их не так много. Дальше, бери, пиши код, выбирай нечто, Android Studio тут половину за нас, делает кучу настроек, то есть, и делай мобильные приложения. Но ключевая мысль, не забрасывать. Ну, я, извините, я, может, сильно эмоциональный, но меня, допустим, это настолько сегодня, обрадовало, что я всё кидаю и иду в грыбы. Всё. Очень сильно обрадовало. Очень сильно. Понимаете, вот всегда говорю, вот, 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 вот есть люди, которые слышат. Вот, смотрю, недавно копал Джанго. Потом пошёл разбираться с Android. И каждый раз вытаскивает. Но вытаскивает как? Смотрите, вот начал с Vivo разбираться. Вытянул всё, что такое вот необходимое, да, то есть методы к нему. И уже сейчас будет их натаскивать. Всё. Вот, что делает Android. Ребят, ну, читай и применяй. самое сложное, вот, ну, самое сложное было здесь. Да, действительно. Но, на самом деле, всё проще. Если вы попробуете, допустим, быстрый старт Android Studio и напишите, вот, первое вот это приложение, то поймёте, что, оказывается, в том принципе, особо сложного ничего нету. Но, как я говорю, надо, чтобы всё легло на глаза. И вот, когда вы будете смотреть вот это видео, просто, понимаете, я, понимаете, понимаете, просто, ну, так и скажу, ну, что, извините. Просто, вот, понимаете, я-то чётко понимаю, что не так давно, вот, Серёжа копался, ну, не доходил там какой-то момент, как указывать переменные, чтобы они отображались, да, тогда мы разобрались, где-то есть в группе переписка, всё, сложил в голове. И, что пошёл делать? Он не повторял программу, он, сделал свои классы, то есть, он, сделал, что у него программа вводит совершенно своё, но выборка у него готова уже. И это раз навсегда сделано. По сути дела, добавляем. То есть, Котлин изучает, знает зачем. Мобильное приложение уже начинает писаться. Андроид Студия офигенный инструмент. Второе, он нашёл вот эти вот, он не только нашёл, он применяет для себя вот это вот простые вещи. он разбирается. Понимаете? Разбирается. Сейчас, я секунду, секунду сказал, что надо было кофе, а то принёс горячий, надо было попить. Так вот, что он делает? Я тоже раньше не мог понять, ну, как этот человек взял, и вот, помню, прошло полгода, он уже пишет на двух языках. Потом начал вообще читать, именно читать, что он пишет вообще. Вот он пишет, что я вот вам дам вот эти записи только в группе, потому что, оказывается, украинцы не видят ВКонтакте. Значит, вот, в описании видео это будут все записи. Ну, вот, и его почитайте, запись, да, то есть, он тут пишет, вот смотрите, ребят, на этот, на этот момент Валерий Иванович предложил изучение Котлин. Я уже начал изучение Питон, и был где-то возле функции, правда, в четвёртый раз. Вот, смотрите, вот я начал думать, ну, что ж он делает такое? Правильно. А я это всегда говорил, но, в принципе, немного людей, получается, это делает. Если он взялся в функции, он их проходит 3-4 раза. В школе так же, как получалось, что вот здесь, смотрите, в группе, да, вот сколько он наделал. то есть, все пропускает, понимаете, у него стул, стол, бумага, комната, у него все превращается в код. Вот так делайте. Все. Сейчас покажу. вот я всегда рекомендую пройти вот эти уроки сразу, то есть, где вы самостоятельно работаете. Здесь 10 страниц, да, в принципе, основы, что есть в каждом коде, функции, что, работа с функцией, работа с аргументами, работа с типами данных, и если вы посмотрите, вот смотрите, вот я вот на первой перестываю восьмую, везде осачи, 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 ребята, я смотрю, вот начали подделывать, да, тоже уже начали делать. Но все в коде, в коде, в коде, все в коде. То есть, по сути дела, секрет в чем, как я понял, проходит по несколько раз. И все-таки, вы знаете, что, вот, что самое, дало, все-таки научил, научил я Сергея делать так, как надо в программировании. Для него, вот, ребята, прошу меня услышать, ведь хороший программист, не тот, который все знает, как вы будете все знать, да не уместите, забудете, а который знает, где что найти, справку. И я научил, и вот, Сергей, что делает отменно, начал делать, и понял, что это круто. Он начал все, в МКДОКС, в МКДОКС, все документировать. И то есть, если он проходит тему, сразу бац-бац, себе добавляет доки. Абсолютно верно. Когда он вернется, пусть там через неделю, он будет понимать, где он остановился, и что делать. То есть, он все пишет. Вот это же я и говорю, ребята, доки. Просто я сейчас не найду записи, настраивал он Марк Даван. А я, ребят, всегда учу. Начали проект. Вот смотрите, я же тоже так делаю. Начали проект. Вики у вас должна быть в проекте. Захотели, сделали отдельно на Android. То есть, введите документацию, разбирайтесь. Ведь это все реально, ребят. Ну, все реально. Единственное, ну, нет здесь такого сложного. Каждый из вас, поверьте мне, имеет определенное хобби, и делает намного сложнее вещи, чем есть они в программировании. Тем более, ребята, программирование, это естественное состояние человека, от рождения. Вот представьте, вы заходите в магазин, но ведь вы же, уже поступаете как программист. Раз подняли голову, там, мясо там, ага, если мясо там, иф, то пойду направо, либо там, иду туда. То есть, вы уже, вы-то думаете кодом, просто, что надо научиться сделать? Так, вот вам задание, на следующую неделю. Постарайтесь размышлять, в рамках кода. Ну, например, стоите вы перед магазином, и старайтесь, как можно точнее, описать свои действия. Сейчас я, вот, кофе допью, промыслю, и просто хочу, чтобы вы, ребят, ну, хочу донести, что это есть у вас. Ну, просто-напросто, я сейчас конечную мысль скажу, а потом объясню, что делать. Просто-напросто вам надо научиться объяснять другим людям это через компьютер, то есть, посредством кода. Но, я хочу, чтобы вы поняли, что учить нечто там, неизвестно что не надо. Это есть у вас. И это, блядь, применяют каждый день. Я, не знаю. Да не верю. Не верю. Каждый программист, я могу сказать, кто не программист. Вот человеку, скажи, состав список магазин, ну, вот не может составить. Ну, допустим, там, вот тогда да, но если вы способны составить список магазин, пойти на остановку троллейбуса, доехать до определенного места, и вы мне говорите, что вы не программист, это пиздеж. Изначально человек программист, изначально от природы. сейчас суть. Только кофе попью. Итак, ребята, все, я немножко успокоился. Ну, бляха, старый дядька, а столько эмоций. Ладно. Значит, ребят, смотрите, я попрошу вас, вот, следующую неделю, ну, надо неделю, надо больше, да, но попробовать проконтролировать свои действия посредством кода, то есть проговаривать их вплоть до представления в мозгах. Приступили вы к языку. Итак, заходим в магазин, замечаем каждую мелочь. Помните, что в программировании все прописывается, ничего не происходит само. То есть, вы взяли точку отсчета от дверей магазина. Значит, первое, смотрим и говорим, то есть, два условия, if else, if else, if else, и проговариваем. Так, если, магазин же может открыт или закрыт быть, правильно? Если магазин открыт, то, if, то открываем дверь. Но вот это я хочу, чтобы вы проговаривали. При этом, if, ну, как можете, представляете себя, но вы должны видеть в голове, что вы выбираете осознанно if. Если, если магазин открыт, то заходим. Заходим, значит, что? Функция. Зашли, функция. Дальше. Что нам надо взять? Корзину либо тележку. Опять идет выбор, ребята. Я вас прошу делать каждую мелочь. То есть, в магазине, допустим, если у вас там корзины только, то это одно. Если корзины и тележки, значит, что мы делаем? Мы про себя продумываем, нам надо что сделать? Посмотреть список, а продукты, ну, и пишем, да, пишем себе. Домой приходим и пишем. Купить, допустим, колбасу, 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 я по-русски буду писать, это будет псевдокод, там мясо, так, котлеты и так далее. Вы думаете, вы взяли у вас, ребят, смотрите, у вас в руках бумажный список. Хорошо, но в компьютер его надо разместить, как-то. И вы думаете, ага, как я могу сообщить компьютеру, что у меня в руках список. Хорошо, давайте подумаем, если берем Python. Значит, это надо в Python, как список разместить. Значит, а что, не понимаем, о чем говорить? Идем в школу Босуновска, изучаем типы данных. Есть, все с нуля. Так, итак, лист, присваиваем значение списка. У вас он сейчас, сейчас прямо, да, возьмите бумагу, возьмите, начеркни, возьмите, я кому сказал, возьмите бумагу, потом будете рассуждать. Возьмите бумагу, напишите, колбаса, мясо, котлеты, и держите его в руках. Бумажный список. В компьютер эту бумагу не всунешь, правильно? Но компьютеру можно, у компьютера, у языка Python есть такой же список, который и называется список, который определяется при помощи квадратных скобок. И, что, что здесь сложного? И впишите, колбаса, мясо, котлеты, все, теперь компьютер будет понимать, что перед ним список. Начится, смотрите, ребят, ведь программирование банально просто, дальше давайте дам задание до конца с магазином. И постарайтесь, вот вошли, значит, про себя рассуждайте именно так, корзину или тележку, и про себя рассуждайте следующим образом. Так как список, допустим, три компонента, то тележка не надо. То есть, а мы как в программе пишем? я буду по-русски. Если, да ёст твой раз, если, там, ну, я утрировано, три компонента, то, берём что? то берём корзину, else, иначе, грубо говоря, если больше трёх, берём тележку. Ну, вы ж так рассуждаете, вы ж так рассуждаете, ребята, ну что, не так? Если вы заходите, и вам надо купить там, одну воду, вы зашли купить, вы что, с тележкой пойдёте? Вы это просто делаете незаметно для себя, а я прошу вас это делать посредством кода. Теперь, у вас в руках список, значит, вы думаете, ага, мой список во что можно вместить? Правильно, в список. Хорошо, подошли к полке с продуктами. Подошли к полке с продуктами. Там колбасы. Я прошу вас потом это сделать в программном коде. Колбасы. Ну, например, сейчас придумаю. Хорошо, пока не будем гулять по всем типам данных. Лучше в домашнем задании вообще день работать только со списком. Значит, мы не берём весь ассортимент, да, но берём, допустим, варёное, я пишу по-русски, чтобы вы понимали, да, список, и пошла там один, два, три, только оформляйте правильно, варёное там с салом, без сала, ну и по названиям, копчёное, сыро-вяленое и так, и так далее. Значит, далее, пошли по категориям сыро-вяленое и так далее, расписали всё в списках, да, пусть по три колбасы добавьте. Теперь вам надо выбрать, выбрать. Значит, что вам сейчас надо? Операции со списками. Так, что здесь сложного, ребят? Вот, от ума много надо взять и открыть. Пожалуйста, операции со списками, методы, то есть, дошли, ага, а как же нам, как же нам работать со списком? Да достаточно операций и готовых методов. сортирует, возвращает, удаляет, очищает. Ну, всё просто, ребят. Взяли, заключили вашу колбасу в некий тип данных, в данном случае список, а дальше при помощи обычных готовых операторов делаем то, что нам надо. Выбрать колбасу. Значит, ну, прежде чем нам надо записать, что колбаса есть вареная, сорта здесь вот так вот прописать, да, там вот все колбасы выпали из головы в нужный момент. Докторская, ну, вот, вспомнил. Докторская и так далее. Сырокопчёная, да, напишите свои названия. Суть-то в том, что вы это умеете делать. Дальше вам просто надо из списка выбрать докторскую колбасу. Так, сядьте и подумайте. Откройте операции, а как же выбрать докторскую колбасу? Жду домашних заданий. Смотрите мне. А теперь скажите мне, сложно программировать? Итак, первая задача. Не берите все типы данных. Ну, сначала, пока не забыл, ведь в школе есть, всё просто, да? Вы, когда приходите в школу, да, я говорю, начинаем с СПБ, сайт этот я переписываю, сразу говорю сейчас, возможно, уже переписал, ну, будет по-другому, всё классно будет. Ну, в школе есть же для новичков, пожалуйста, но надо быть в группе, ребята, вот так вот, смотреть то, что присылает Асачи, и всё. И я рекомендую почту заводить, отдельную, чтобы вы могли создавать папки, и важное складывать, и советы читать, и слышать. Это услышали. Прошли уроки, здесь, в платном разделе типы данных, всё, дошли до функций, сначала сейчас внимательно слушаем, потом будем думать и делать, а сначала вам надо послушать и просто делать, тупо делать, рассуждать будете потом. Значит, дошли до функции питом, прошли функции, начинаете вот этот раздел, он всё равно будет в новой школе как-то помечаться так же, в любом случае вы его не пропустите. Практика Python OOP. Пошли. И в это же время, запомните, начинаем Kotlin. Я сказал, что дам ссылки под видео, все ссылки просмотрите Асачева Сергея и другие, которые я дам. Значит, ребят, вот это я хотел сказать. Теперь возвращаемся к нашему вопросу. Значит, по сути дела, что такое программирование простыми словами? Абсолютно верно. Есть несколько ключевых вещей, которые надо сразу понять. То есть, первое, мы, мы, мы думаем, как программисты уже, как программисты уже. Я вам это доказал, когда рассказывал про магазин. Просто этот процесс у вас уже. Так, ладно, 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 время, 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 время. Мы думаем, как программисты уже, правильно? Второе. Значит, в чем заключается суть программирования? Что, то, что мы думаем, надо оформить в виде языка, понятного для компьютера. Для этого выбирается абсолютно любой язык. Мы берем питон. Значит, если, дальше, дальше идет обычная логика. Обычная логика. Мы, у нас в руках бумажный список. То есть, там написано колбаса, мясо, котлеты, ручкой, да? Мы думаем, а какой тип данных можно применить, чтобы все это отразить? Абсолютно верно. У Пайтон есть такой тип данных, как список, который имеет самое большое количество операций. Значит, что мы делаем? Мы, то, что у нас написано в бумажном списке, отражаем то же самое, то же самое в списке, только заключу в это квадратные скобки. Это и называется список. Что? Ну вот что здесь сложного, а? Сложно? Или вы этого не знали? Вы что, не умели писать список? Что я вам нового сказал? Я вам сказал новое лишь одно, что надо было познакомиться с типом данных список в Питон, да? Это запомнить квадратные скобки. Дальше. Значит, оформить наш бумажный список в список. список. То есть, язык как распознает? Как только мы заключили нечто, нечто в квадратные скобки, это и называется список. Дальше. Список может иметь вообще все любые типы данных. В данном случае мы используем строки. Пожалуйста, колбаса. Это как строка. Строки. Но, что нам еще надо? Мы пришли к полке, там колбасы есть разные. Докторская, сыровяленая, сырокопченая и так далее, и так далее, и так далее. Значит, нам что надо осталось? Нам надо, вот у нас есть эти колбасы, да? Нам надо выбрать определенную колбасу, колбасу. Ну, значит, что нам надо? Операции со списком. Операции со списком. То есть, найти, выбрать, ну, это же логически, ребят. Но ведь то же самое, вы берете, протягиваете руку и берете колбасу. Но в этот момент идет процесс. из колбасы, там, 10 видов, опираясь на свои вкусовые качества, вы выбираете определенную колбасу. Компьютеру мы не можем сказать словами, но мы можем при помощи определенной операции выбрать. И все это мы проходим в начале. где я говорил, вот вы курсе. А дальше я сказал, что почему проделайте эти уроки, где я показывал, да, начинайте делать вот эти уроки. Тут про функции все. Хорошо, смотрите, мы сделали, мы выбрали колбасу, да, мы выбрали колбасу. и там у нас вот это все заняло несколько действий. Давайте вот так, вы представляете, подумаем. Так, сейчас, 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 а, вот так, смотрите, мы прислили в магазин, остановимся на колбасе, остальное все будет идентично, ребят, идентично. Значит, смотрите, по сути дела, что нам надо было составить? Сам список, да, вот он есть у нас. Это у нас какие продукты купить? Значит, мы пришли к колбасам, но, ведь в магазине, магазины и сайты отображают, да, значит, нам надо колбасы, да, берем там колбасы, только пишем английским и все. Это я вам, чтобы доходило лучше. Это уже словарь будет. Колбасы. И перечисляем. Перечисляем, да, еще раз все говорю. Просто вы в эти кавычки, это строки, да, включаете свое. Ну, что здесь умного надо? Надо изучить пару правил, что то, что заключено в список, разделяется запятыми. Вот много ума, надо один раз запомнить. А дальше, пожалуйста, сюда включайте все, что хотите. И сюда вписывайте свои названия. Теперь, колбасы. Значит, колбаса вареная. Дальше. Второй список составляем. Именно это раздел колбас. Колбаса копченая. И пошли по видам. Придумайте сами чисто. И там колбаса сыровяленая. Или сырокопченая. И пошли перечисления. По сути дела, есть у нас заготовки. Теперь, что надо сделать? Правильно? выборка данных. Операции. Операции над списками Python. Все. Операция над списками Python. Я вам это показывал. То есть, по сути дела, нам надо сейчас с колбасы вареной, во-первых, выбрать из трех. Какую мы категорию выберем? Так пишите. Пишите код. Подумайте, сядьте и напишите, что поработайте. Что я, что-то не договорил? Так правильно, потому что надо в школу приходить и быть в группе. Начать с нуля. Правильно. Не договорил. Почему? Потому что это для меня очевидно, а для новичка нет. Это и есть переменная. Ведь язык должен же как-то оперировать. Это и есть переменная. Так вот, почитайте, что такое переменная. Значит, нам надо выбрать какую-то переменную. Допустим, если мы решили вареную колбасу, а потом из этого списка выбрать ту колбасу, которую мы хотим. Но смотрите, сколько действий. Мы, вот, вот отсюда пойдем. Список колбаса. Так. Вот отсюда пойдем. Вот список колбаса. Список продуктов. Раз. Поэтому не забываем оформлять себе комментарии. Список продуктовый. Раз. Дальше. Список вареных колбас и так далее. Дальше. Сам выбор колбасы. Написал. Есть. Твои раз. Сам выбор колбасы. Так вот. Ребят. Посмотрите внимательно. Вот просто сядьте и посмотрите. Так писать неудобно. Вот для этого и придумана функция. Функция. То есть, мини-программа, которая повторяя, можно повторять сколько угодно раз, и она делает определенное количество действий. Например, мы можем написать функцию, да, написал просто ключевое слово это объединить несколько действий. То есть, грубо говоря, взять в нем три вот этих списка, взять три списка колбасовая, колбаса копченая, колбаса сыр-левиальная и сначала выбрать, какая нам надо. И это сделать, написав функцию. То есть, вот эти три действия определить в одно функцию, да, относительно предпочтения. Дальше. Написать вторую функцию, где из колбасы вареной, уже мы выбрали, выбрали, да, выбрать из этого списка нужный нам сорт колбасы. То есть, получается, мы пишем две короткие функции. Но, так вы все это делаете. Ладно, ребят, много времени, просто это для совсем новичков. Я показал, что программирование нет ничего сложного, приходите в школу, все будет окей. Ладно, вернемся к Сергею досадчему. Сейчас, секунду, передохну. Сейчас я закончу эту мысль, а потом еще скажу, вот как Сергей учится, да. Ребят, ну мы, мы ведь могли усовершенствовать нашу программу. Буквально сейчас, вот я вижу, не отходя из кассы, отходя от кассы, мы могли бы сделать колбасу типа колбас, да, например, словарем. И получили массу преимуществ. То есть, грубо говоря, там было бы у нас марка колбаса там ЕСР, это было бы там, да, там колбаса вареная, следующее. Сыр 2 колбаса с салом, ну тоже варен, но я просто не обращайте на смысл, вы, главное, ловите суть. То есть, сделать словарем. И выборка у нас была вообще моментальная, да, и по сути дела мы бы находили по ключу. То есть, что, вот слушаем меня, ага, и сейчас уже останавливаем, а шорты, брюки превращаются, правильно, соображаете. Сейчас останавливаем видео, и уже, если не знаем, идем, читаем словари питон, выборка по ключу. И наша колбаса выбирается по ключу моментально, да? Что, сложно? Я думаю, не сложно, а интересно, просто надо чуть-чуть разобраться всего лишь. Так вот, вернемся к Сергею. Надо сейчас понять три простые вещи, которые я сейчас скажу и услышать. Кто хочет писать код? Значит, появилось в последнее время довольно много ребят, да? Сергей, наверное, был первым, у кого вот так вот пошло быстро. Недавно вот был парень, и сейчас есть. вообще есть доступ ВКонтакте, СПБ, нижнее подчеркивание, тут. Это новости школы, здесь просто новости, что происходит в школе. Диманак, да? Сейчас остановлю, чтобы пока найти. Так, вот, скажу еще одному парню, так как он в принципе Эдуард Асанович, почитайте историю, да? Так, надо мне эту историю показать. Эдуард Асанович, у человека два высших образования, и вот он мне приходит и говорит, ну, я помню, писал, да, что не могу понять программирование, и я заинтересовался, что, вот он пошел в школу, да, в другую там, то есть нашел школу Бувсуновского, да, потом, ну, согласен, где-то ребят переделываю, некрасивый сайт, да, уроки охуенные, будем говорить так, простые, понятные, но там клюнул, не будем называть, парень там неплохой, нашел школу, там увидел, что устройство на работу, и вот он туда, я у него спросил, ну, Эдуард, ну, а что было не так в той школе? Ну, вы сами почитаете, понятно, когда там на втором занятии дают бинарное дерево, и если наставник говорит, а вы знаете, только три человека со всех времен, да, блядь, ты что, блядь, долбоеб, я вот по-другому не скажу на этого человека, это новичок, да, сказать, что ты дурак, это может любой, да, научи ты человека, и я себе сижу и думаю, ну, как это человек, бухгалтер, да, Эдуард, и не может разобраться в программировании, не верю, прошел месяц в школе Бовсуновского, уже пишут метаклассы, уже пишут метаклассы, а это уже неплохой уровень программирования, все дело пошло, вести человека в язык надо, ребята, запомните, начинать, я же здесь писал статью, с каких языков нельзя начинать, нельзя начинать с GC, это будет полная жопа, если новичка сказать, что, ой, там GC, знаете, что такое GC, GC, это следующее, это вы берете, едете, вы едете на дачу, берете все инструменты, и вот так вот наотмашь бросаете во все стороны, понимаете, да, вы по сути знаете, где они лежат, но они в бардаке, это и есть GC, ну так построен язык, только вторым или третьим языком, нельзя начинать с Java, правильно, человек начал Java, это, грубо говоря, постой, и все, я не программист, скажет себе, через два дня, когда увидит, штук 60 ошибок, потому что Java, это язык объектно-ориентированный, грубо говоря, идти на стройку и не знать, что такое кирпичи, как замешать раствор, и при этом сказать, я строитель, или возьмите ДСААФ, пришел первый день человек учится в ДСААФ, на автомобилиста, приходит мастер и говорит ему, ну, Вася Пупкин, иди-ка ты почини, сними голову, в общем, грубо говоря, поменяй кольца, наменяет вам Вася, и машине больше вы не увидите, на металлолом точно повезете. Так вот, нельзя начинать с таких языков, как Java, потому что сначала надо понять ООП, но, ребята, но ведь все просто, в Python ООП представлено самым широким образом. Все остальные языки будут как то, что, ах, это есть, это нет в Python, у вас сравнение. Например, я открываю, я обожаю Kotlin, да, это упрощенный Java, поэтому к Java подходите через Kotlin, а Kotlin это следующий шаг развития Java, но он простой, что вам еще надо от языков. Первое, автоматическая память распределения, другие языки об этом только мечтают. Пожалуйста, функции до предела, практически как в Python, пожалуйста, ООП с некоторыми там урезаниями, допустим, нет, как в Python, вот вылетел из головы, но это не важно, но в любом случае вы будете, как только изучите ООП в Python, вы будете легко понимать другие языки, будете думать, ага, вот этого вот нету, вот это, а, вот допустим, в Kotlin нет множества наследования, вы будете понимать, там четко написано, в Kotlin не поддерживает множество наследований, вы уже будете знать, что это такое, просто на сравнении. А вот от Kotlin, Kotlin перегоняет код Java, вы спокойно потом Java на Java будете писать. Элементарно. А вот если послушаете меня и начнете изучать сейчас важные вещи буду говорить. Kotlin с двух языков, не с одного. Python пишем. 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 Начинаем Python. Доходим. Проходим функции. Прошли функции. Первое ваше действие. Да, вы идете дальше. Это я говорю сейчас про сайт Pro365.net. Идете дальше. Но при этом у вас должно добавиться три действия. Действие номер один. Вы начинаете самостоятельную работу. Вот тут рассказываю про Сачева. Почему он так делает? Потому что когда пришел Сачи, я ему в чем здесь заключалась методика? Ой, долгое видео. Ой, долгое. Ладно, кто досмотрит, тому будет счастье. Смотрите. Здесь смысл самостоятельной работы то, что я формирую конкретные вопросы. А Сачи мне как-то пишет. А я не мог понять. Ну, пришел я в школу. Вот есть видеоуроки и достаточно. Смотри себе и учись. Нет, тут Бусановский дает какие-то задания, говорит, я должен лезть в интернет. и потом до него дошло. Так, я скажу результат. Так, сегодня он может быстро определить и найти любые данные себе. Пожалуйста, разобрался. то есть вот это мышление, оно не приходит само. Его надо развивать. И вот для этого я создал такой раздел, где я ставлю вопрос, чтобы человек начал думать категориями кода. Я говорю, первое, второе, третье. Человеку остается найти. Но у него формируется вот это смысловое поле. То есть начинаете самостоятельную работу, где важный питом новый в школе вообще круто будет. В это же время начинаете работать с Котлин. Быстрый старт. Пожалуйста, я же вам рассказывал в начале. Да, Сергей в начале когда-то одно было, сегодня уже написал такую программу завтра лучше. Но смысл ведь даже не в этом. Начинается изучение двух языков. То есть равно написание на любом языке в конце концов. Почему? Потому что когда вы изучаете не один питон, а питон берете за основу, чтобы понять основы программирования, потом добавляете Котлин. Да? И сразу предчувствую вопрос, а почему Котлин? А, ребят, потому что надо правильно задавать вопросы. Вот вы как задаете вопрос? А что можно написать на языке? Это неправильный вопрос. И вы получите неправильные ответы. Я это понял через лет 5-6, когда начал заниматься программированием. Надо делить по рынкам. Подумайте, на каких рынках вы хотите быть? Веб. Отлично. Вам надо питон, джанга. Отлично. Рынок мобильных приложений. Котлин. То есть по сути дела изучив Python Котлин, вы уже можете написать Инстаграм. Изучая Котлин, вы выйдете на Java рано или поздно. Естественным образом. Java очень востребованный язык все равно. И добавите GC. Пожалуйста, спец на любые случаи жизни. Веб, мобилы, то, что сейчас востребовано. Бомбите. Бомбите только. И все. Но ведь надо начать. Так вот, ребята, продолжим дальше. Подключайте Котлин. Зачем? Про рынки я рассказал. Но есть вторая причина. Смотрите. Когда я начинал изучать язык, я эту историю повторяю много раз. Я читал статью одного парня очень крутого с Google. Он писал там, мол, отдайте 10 лет языками, изучите десяток языков, а я себе сижу и думаю, есть, твой раз тут бы один выучить. Это была ошибка. Языки похожи, ребята. Например, если Python содержит список, то 100% Java будет содержать список, только там называется массив, да, массив строк, всего, то есть строку. Я возьму простой. Если Python содержит строку, то и Java, и Kotlin будет содержать строку, потому что везде нужно выражение в виде строк. Только Java это будет называться, то есть Kotlin, массив строк. Так разница-то не меняется. Но есть еще важные вещи. Смотрите, а вы потом начинаете подходить к GC. И что вы думаете, после изучения полного Python вам надо все GC копать? Я тоже так когда-то думал, это все фигня. Вы будете писать сходу. Почему? Потому что, например, когда вы начинаете изучать два языка, я вижу, ребята пишут, да? Я где-то это недавно видел, сейчас попробую найти. Ладно, опустим это. Я обещал, вот, Диманак, да, я немножко переключусь, уже походу нашел. Тоже, вот в чем парень классно сделал. То есть, задания были даны в 18-м году, не готов был тогда. За это время изучил ООП и выполнил задание, да? То есть, показал, а вот как раз то, что я и хотел рассказать вам. Оно само нашлось. И выполнил функции обратного вызова. Но выполнил как программист, все расписано. Функции как параметр, функции обратного, питона является объектно ориентированным, это означает, что практически все данные являются, ну, грубо говоря, ссылки, например, можно сказать, функции, хранит, то есть, я вижу слова программиста, расписал все. Так вот, ребята, вот это я хотел рассказать. Когда я изучал только Python в 2009 году, я думал, ну, вот функции такие и есть. И вдруг мне понадобился GC. я залаживаю и читаю, что там функции высшего порядка, то есть, это функции, которые принимают другие функции, да? И я думаю, оказывается, функции-то разные бывают. И тогда я пошел сравнивать, а какие же функции в Python есть? И когда я посмотрел, начал работа с Kotlin, вы знаете, что меня в Kotlin сманило? Я открыл книгу и начал смотреть. Как оказалось, разработчики Kotlin взяли с разных языков все лучшее для функций. В Kotlin вообще там вы напишите функцию и возьмете кусок. Кусок будет себе работать, функция себе, но работать будет все. Думаю, ну нифига себе крутизна. Так вот, и вот тут начинается у вас сравнение в голове. Вы залазите, допустим, в GC и читаете, да? там функции главный уровень высшего порядка и вам уже должно быть понятно, как писать. Но это все приходит, когда вы изучаете по минимуму два языка, все остальные подстраиваются, потому что типы данных, то есть список, словарь, пусть там будет строка в Python, массив строк в Kotlin. Это не имеет значения. И там, и там это будут строки. Но вопрос в том, что это единичество. И тогда у вас начинает работать программирование на уровень выше. Вы изучаете не язык, а программирование. Поэтому быстро перечисляю, так как времени и так много забрал уже. Сначала изучаем курс для начинающих. Прошли функции. Начинаем работать самостоятельными заданиями. Не смотреть, что делал Асачий, а все проделывать, все проискивать. Набираем этот опыт. Сразу же начинаем работать с Kotlin. Посмотрите видео Сергея Асачьего и поймете, он делает одно, делает второе и все успевает. Почему? Потому что вот этот страх переключения между языками надо преодолеть. Преодолеть его можно только практикой. Работать до тех пор, пока не выровняется внутреннее состояние. Потому что первое время вы изучаете Python, переходите в Kotlin, вот тут я хотел сказать Эдуарду, он Асанович, он написал «забросил Kotlin». Эдуард, это большая ошибка. Это огромнейшая ошибка. Вы себя лишаете следующего уровня развития. А вам это надо. Так вот, потом это выровняется. То есть, по сути дела, вы работаете с Python, открыли Kotlin, потому что на самом деле азы программирования везде одинаковые. Просто вы читаете функции высшего порядка, ага, и у вас уже должно в голове сложиться, что это функции, которые принимают другие функции. Мне понятно, как писать на этом языке. Вы поняли меня услышали отличники и не двоечники. Все будут писать. Все будут. У меня пишут все. И расскажу вот, как начал про Сергея Асачева. Посмотрите, он много вещей делает очень правильно. Он не оставляет. Он решает задачу. Раз, ну, что-то не решается, переходит, Котлин, поработает с Котлин, раз возвращает Экжанга, опять все решается. Ведь много ребят. Я не ставлю задачу, что устроиться на работу, хотя в новой школе, которую я делаю, будет этот раздел. Конкретно будем изучать рынок работы, готовить эти вещи. Но я не говорю и никогда не скажу, что я там готовлю для работы программиста. Нет, ребята, моя цель другая. Цель школы какая? Вот у меня внутренне сидит. Есть много очень людей, которые по каким-то причинам не закончили высших учебных заведений именно там найти специалистов. Но со временем, с годами вот тут вот внутри у них вот это вот кричало хочу писать код, хочу писать код. И, конечно же, я подумал вот этим людям я хочу помочь. Я расскажу им простым языком. Как вы увидели, потом человек опыт и профессионализм набирает сам. Тем более школа построена к простому сложному. Мы идем от простых понятий сложнее и сложнее и переходим уже чисто на технический язык, в конце концов. Так вот, моя цель, чтобы человек писал код, как он будет использовать знания, просто для себя радоваться, что у него получается, это класс. Он устроится, вот как пришел Эдуард Осанович, как пришел Миша Беляковский, который там отучился на дорогих курсах, но в школе начал писать и поменял, и в принципе нашел работу. Как Саша Голанин с Москвы, который носил телефоны по Москве, сегодня работает в банке разработчиком Джанго. то есть, как ребята применят это, это их дело. Либо он напишет свой проект, я ставлю основную задачу, человек у меня должен писать. Это задача номер один. Вторая задача, которая уже выполняется и выполняет успешно, человек школы Бовсуновского должен писать на любых языках. То есть, основа для этого изучения двух языков, дальше уже вы по необходимости подключите любой язык и сможете учить. Моя задача рассказать понятия. При этом курс Котлин построен не как книги по Котлин, потому что они все идут в сравнении с Java, а я предполагаю, что человек вообще языка не знает. Я сравниваю с Python, но есть возможность изучать Python Котлин, а на Java он потом автоматом выходит. И сейчас я взял третью задачу. Для этого переписываю сайт, сейчас покажу, для этого переписываю сайт, но как я объяснил ребятам, сделать уже немножко все по-другому, чтобы было в пределах одного кабинета и вложить новую систему, которую я отрабатывал последние три года. Вот именно благодаря успехам ребят Беляковского, Нага, Осачева, запамятовал еще одного парня, тоже классно пошел, запамятовал. Ну, ребят, извините, кого запамятовал. Так вот, вылетел из головы, что хотел сказать. все, вспомнил. Так вот, сейчас я взял курс на выращивание востребованного программиста. Я подумал, а как это сделать? И получилось, что это как все у меня получается случайно, на самом деле. Я не планировал этот курс, да, заранее. Когда я начал переписывать сайт и вкладывать новую систему обучения, я вдруг себя словил на мысли, что я многие моменты начинаю достраивать сам. Думаю, это неправильно. Это мой опыт, а это опыт ребят. И ведь мне надо вложить в систему что? То, что в принципе хромает у большинства, да, сложные вещи. Я решил, отдам-ка я курс сейчас немножко посложнее, но разберем просто. Но именно будем отталкиваться от более практичных вещей. В принципе, сейчас я покажу. Я дам вот эту статью, да. В общем, я дам, что более подробно представлять курс Джанго 2, который начинается в августе 2019 года. И там я рассказал, да, то есть мы ставим уже себя на уровень разработчиков, меняются домашние задания, то есть домашние задания не только повторения, а вот то, что делал Сергей сачи, то есть добавлял свой код, следующий, кто будет брать код, он еще дорабатывает, то есть идет доработка. Ставим себя на уровень разработчика и берем, допустим, под Джанго самые важные темы, важные в каком смысле. Вот эту статью там, там я рассказал, потому что здесь будет. Вот, то есть я взял ту основу, которой надо владеть хорошо, не просто изучить, а, ну, я не буду сейчас повторяться, посмотрите, да, и здесь выявятся слабые места питона, почему я Джанго уделяю много времени, потому что это серверная часть, инстаграм, вспоминаете, серверная часть написана Джанго, мобильная на джава, то есть Джанго это не просто, не только сайт, это полноценная серверная часть, добавил API, соединяясь с мобильным приложением, бомбить, что хочешь, инстаграмы новые и так далее, а на сегодняшний день, извините меня, все приложения стремятся обмениваться, поэтому веб надо изучать однозначно. Так вот, и тогда я понял, что я выявлю те слабые моменты, которые меня интересуют, и вложу их уже в новую школу, потому что сегодня это происходит больше тем, кто выполняет домашние задания, как Сергей Осадчик, как Дмитрий Нак, полностью, я им просто беру и сам подсказываю, что и как дальше делать, а теперь я хочу, чтобы это было больше на автомате, понимаете, а другие ребята, которые меньше занимаются, они тоже видят в группе эти записи, что-то для себя берут, то есть я не ставлю цель, хотя большое количество людей, кто-то нашел работу, кто-то сделал там, писал сайт для церкви, кто-то, ну много ребят, вот кто-то по-разному, то есть моя задача, я проговорил, итак, ребята, каждый взял свое с этого урока, да, оно эмоциональное, ну такой я человек, воспринимаете, как есть, я уже не поменяюсь, вот, но тем не менее, ребят, запомните, каждый может писать код, каждый, единственное, что надо сделать, надо брать и заниматься, и не оставлять, и слышать советы, вот это важно, поэтому, будьте, важно быть в группе, читайте новости ВКонтакте, но важно быть в группе, потому что здесь постоянно приходят сообщения, то одного, то второго, то третьего, создали папку, себе оставили, когда вы будете проходить, но вопрос в том, что вы будете вариться в этом, в этом надо вариться, в школе пожизненный доступ, то есть, занимайтесь в своем ритме, ни за кем бежать не надо, но то, что писать может каждый, это я убедился, потому что, веду я школу много лет, да, у вас все получится, ребята, спасибо за доверие.